Здравствуйте! В прошлой программе мы начали установку теплицы. И все ценные советы для тех, кто будет устанавливать эту теплицу самостоятельно, сообщил нам Сергей Круглов. И сегодня мы напомним вам о тех двух первых этапах, которые вы уже могли посмотреть в прошлой программе, и завершим установку теплицы. Сергей, итак, два важных этапа. Это фундамент, причем я почему-то не вижу традиционных шпал, куда они делись, и как это без них будет теплица стоять. Установили нижние направляющие теплицы на грунтозацепы. Грунтозацепы у нас прикопаны, утрамбованы в землю. То есть все по-современному. Теплица уже у нас плотно привязана к земле. Второй этап. Обшили поликарбонатом наши торцы. Торцы готовы к установке. Так, что теперь? Затем мы устанавливаем наш каркас, устанавливаем дуги на штри и прикрепляем горизонтальную стяжку. Стягиваем торцы с дугами. Какой высоты будет теплица? Теплица высотой у нас 2,10. Крепим горизонтальные стяжки к дугам на болты с гайками. Данная стяжка стягивает между собой дуги и торцы, а также несет еще одну полезную функцию. Она помогает теплице переносить снеговые нагрузки при образовании снеговой шапки. Сергей, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тем дачникам, которые на место... Вот у них была металлическая теплица со стеклянным... застекленная металлическая теплица, а теперь они хотят на этот металлический каркас вот поликарбонат. Как вы относитесь к этим идеям чудесным, народным? На самом деле вариант не очень, скажем так, удачный будет вопшить старые теплицы поликарбонатом, потому что карбонат любит идеальный уровень. Зачастую старые теплицы имеют перекосы. Необходимо их усиливать дополнительными стяжками. Необходимо, чтобы было расстояние не меньше метра. Поэтому по практике все-таки поставить новую теплицу гораздо бюджетнее, чем реконструировать старую теплицу. Сергей, скажите, пожалуйста, а почему мы крепим торцы, уже они поликарбонатом закрыты? Вот ошибка в многих дачниках при установке теплицы вначале не собирает каркас. Сама сборка каркаса занимает не более 10 минут. И потом возникает проблема в обшивке поликарбоната. То есть зашить вертикальную соту при установленном уже торце практически невозможно. Поэтому обязательно производим раскрои в первую очередь на горизонтальной поверхности. То есть на вертикальной будут однозначные ошибки, которые потом повлияют на микроклимат теплицы. Да, эксплуатация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Сергей, у нас начинается последний этап? Последний этап. Закрываем поликарбонатом. Мы как-то подготовили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предварительно мы снимем еще эту пленку с двух сторон и закинули лист на верх петлицы. Начинаем установку верхних листов поликарбоната торца. Закручиваем первый саморез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обязательно, да. Это называется козырек, который закрывает вертикальную соту, тем самым испытываем проникновение конденсата и подождя. Соту поликарбонатом. То есть он служит угровной функцией. Начинаем крепить лист от торца. Закручиваем первый саморез. Переходим на другую сторону и подтягиваем лист вниз. Закручиваем второй саморез. Сергей, а я вот видела, что вы тут считали вот эти соты. Это вы для чего делали? Индикатором грамотной установки служит сам козырек. То есть он может служить индикатором правильной установки теплицы. Мы посчитали количество сот с двух сторон и посередине. Чтобы ничего не устанавливать, подождать никакое количество. Обязательно, да. Для тех, кто сам устанавливает теплицы, очень важно, чтобы не было никакого перепута, да? Да, обязательно. Просто нам, самый простой и легкий способ, это сочетать количество сотен. Грамотные установки, когда мы проверяем диагональ уровня, послужит количество сот. То есть они должны совпадать по низу козырек и по верху. Ровный козырек подтверждает нам грамотную установку теплицы по всем уровням. Сергей, скажите, пожалуйста, а вот следующий лист мы внахлёст или встык будем крепить? Обязательно крепим листы внахлёст. Самый надежный способ крепления между листами внахлёст. Ширина листа 2,10. При проведении 2 метра у нас 10 сантиметров запаса для нахлёст. Листы крепим поочередно. Первый, второй, третий. То есть как чешуя. Спасибо огромное, Сергей. Вы всё рассказали так понятно, что я думаю, что любой, кто захочет сам установить теплицу, легко теперь с этим справиться. Безусловно. Субтитры подогнал «Симон»!